Всего лишь 100 лет назад Россия была великой аграрной державой. Сегодня, несмотря на то, что лишь 20% жителей живут в деревнях, понятие «Россия и деревня» неразрывно. Именно в глубине нашей деревни кроется то, что мы называем русским духом. Город Королёв. Деревня Гурково. Урбанизация наступает. Скоро, благодаря предприимчивости местных чиновников, продавших эти поля под коммерческую застройку, русским духом здесь пахнуть не будет. Вот у меня есть два сына. Я живу в двушке, в тёщиной квартире. Хочу жить у вас. Хотите здесь жить? Ну почему же? Нет, я здесь не хочу жить. Я хочу просто купить квартиру детям. Поэтому нужно строить. Противостояние местных жителей и администрации города продолжается. Эта проблема, конечно, нравственная. Нравственная, потому что ущемляются права народа. Поле Бурковское является историческим. Здесь уже выявлены памятники колоссального мирового значения. Они выявлены, но не объекты. Поэтому не определили охранную зону. Если бы она была, она должна быть по закону. То вот такого вот беспредела не должно было быть. У меня болит душа, так же, как у всех вас. И мы, местные жители, официально вам заявляем. Услышите меня, что мы против застройки поля. Несмотря на документальные свидетельства об историческом значении этих мест, святых для русского человека, невзирая на найденные артефакты, королевские чиновники подписали разрешение на варварскую застройку Бурковских полей. Каменную кладку 16 века вывезли темной ночью в неизвестном направлении. Найденные черепки и монеты исчезли вместе с горе-археологом Черновым. Над поклонным крестом, поставленным жителями на поле, надругались и не раз. Башкирские владельцы строительной фирмы специально прилетали на вертолете, чтобы на Святой Крест помочиться. Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать. Зачем? Удовольствие получать. А какое в этом удовольствие? Молодого еще. Зато в местной прессе можно увидеть постоянные лозунги «Все для людей, цивилизация идет в Бурково». Только бурковцы не согласны с такой цивилизацией. Похоже, интересы коренного населения и жителей огромного дачного поселка никого не волнуют. Приказ господина ПЖ – всем пацакам надеть намордники и радоваться. Приказ господина ПЖ – всем пацакам надеть намордники и радоваться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова